Привет, с вами Андрей, и сегодня я расскажу вам об электропиле Deodax 2500E. Давайте посмотрим, как она укомплектована. В комплектации у нас имеется инструкция, цепь, шина, чехол для шины и сама электропила. Итак, начинаем сборку. Освобождаем рабочее место. Для начала надо снять вот эту крышку, куда мы будем устанавливать шину. Устанавливаем цепь. Хочу обратить ваше внимание, видите, вот здесь везде значки есть, как правильно ставить цепь. Если вы ее поставите неправильно, пила просто не будет пилить, и вам придется все заново переделывать. Итак, одеваем цепь на шину. Хочу обратить ваше внимание, вот видите, здесь стоит ось, на эту ось мы должны одеть устройство для натяжки цепи. Если вы не можете сразу одеть цепь на ведущую звездочку, прокрутите вот это колесико, это у нас как раз вот эта регулировка. Я вам сейчас показываю, как она работает. Вот, вы цепь ослабили. У вас все спокойно оделось. Если не одевается, можно чуть провернуть двигатель рукой. Ну вот, цепь у нас стала на место. Вы можете сейчас, не одевая крышки, ее сразу слегка подтянуть. Просто кто очень интересуется, вот механика, вы видели, там такая у нас находится, типа улитки, которая натягивает цепь. Вот, все. Цепь мы подтянули. Теперь нам осталось поставить крышку. У крышки есть вот здесь небольшой упорчик. Ставьте ее в отверстие. И легким движением руки затягивайте крышку. Теперь мы поворачиваем вот этот механизм и натягиваем цепь. Вот, обратите внимание, как легко она натягивается. Еще раз покажу. Вот она расслабленная. Вот вы ее натягиваете. Натягивает до тех пор. Натяжка цепи проверяется вот так, чтобы цепь выходила буквально на ползуба. Цепь у нас натянута. Фиксируем вот этим барашком. Перед началом работы обязательно надо залить масло. Рекомендую вам заливать масло тех производителей, которые указаны в инструкции. Масло ДЭО очень хорошее. Я рекомендую. Вот, заливать надо аккуратно, чтобы не перелить. А чтобы узнать, сколько масла у вас есть в этом бачке, у вас есть специальное окошко, где показан уровень. Как только у вас масла не будет, вы увидите крайнюю точку, и вам придется масло опять доливать. На электропиле ДЭО установлен двигатель ДЭО 2,5 киловатта. Очень удобная система СДС. Вам достаточно только слегка отпустить вот этот барашек, и вы можете натягивать цепь, как вам нужно. Затем барашек надо закрепить, и пила готова к работе. Ударопрочный корпус ЭБС спасет вашу пилу от всевозможных повреждений. Также здесь находится зубчатый металлический упор. Он нужен для того, когда вы будете пилить толстые брусья и деревья. От случайного включения здесь стоит специальная кнопка. Чтобы включить пилу, вначале надо нажать кнопку, а потом уже нажать рычаг. И пила у вас будет работать. Для удобства также здесь находится крючок, который удерживает удлинитель. Удлинитель одевается на крючок, и никуда он не денется. Теперь включаем вилку, проверяем работу пилы. Ну что, начнем с малого. Подровняем вот эту сливу. Очки надо одевать, когда вы работаете где-то на высоте. То есть, если вы работаете на высоте глаз, то очки одевать обязательно. Ну что, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пилить ножовкой, удалять вот эти отростки секатором. Не знаю, неприятно. То ли дело электропиладеу, режешь все подряд. Все чисто, аккуратно, и главное, быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что еще могу сказать об этой электропиле? Прежде всего, она моментально останавливается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень важно. Также здесь еще есть защита. То есть, если вдруг пилу у вас вырывают из рук, такое бывает, когда вы работаете на высоте. Обратите внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, цепь моментально остановилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, теперь попилим бревнышки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуем что-нибудь побольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, попилили. Проверили все параметры. Очень понравилась мгновенная натяжка цепи. Это очень удобно. Не надо никаких ключей, ничего. Зубчатый упор помогает в работе. Остановка аварийная. Безопасность. Двигатель. 2500 ватт. Это все-таки мощный мотор. Уровень масла все время можно посмотреть. Сколько мы попилили, масла еще осталось. Так что, я думаю, этого масла хватит надолго. И больше всего мне, конечно, понравилось то, что она легкая, удобная и мощная пила. Рекомендую. С вами был Андрей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин